Кротовые норы И мы должны избежать горизонта событий Потому что горизонт событий это такая поверхность, куда можно упасть Но выйти за пределы горизонта событий нельзя Потому что чтобы выйти надо двигаться со скоростью больше скорости света Что запрещено законами физики Поэтому черная дра она все поглощает, но ничего не выпускает Это могила, она засасывает и все Ты попал туда и дальше ты попадешь в сингулярность и тебя разорвет приливными силами У Кротовой норы нет сингулярности и нет горизонта событий Поэтому в Кротовую нору теоретически можно войти, погулять там и выйти назад Поскольку там очень большая гравитация То в ней уже не пространство, а пространство-время Все взаимосвязано Поэтому гуляя внутри Кротовой норы Мы гуляем как в пространстве, так и во времени И во времени вперед, во времени назад Значит мы можем создать машину времени Но чтобы получить такой объект Его получают тоже в результате сжатия Но если мы сжимаем обычное барионное вещество Мы обязательно получим сингулярность в центре и горизонт событий То есть черную дыру А вот если мы будем сжимать вещество Обычное барионное, но добавим туда так называемую экзотическую материю То есть материю, в которой давление отрицательное Чем больше энергия, тем меньше давление Вот если добавить такое экзотическое вещество С отрицательным давлением к обычному барионному веществу И тоже с помощью пресса Или с помощью очень большой массы Сжимать это вещество То мы получим вместо черной дыры Кротовую нору Вот лист Это модель, как бы двумерная модель нашего трехмерного мира Вот мы ее взяли и скривили И вот по кривому пространству мы можем вот так путешествовать Это очень долго, да? Очень долго По всему пространству вот так Но мы можем создать кротовую нору Которая соединит вот этот конец листа с этим И через эту кротовую нору за секунды Пересечь из одной области в другую Минуя вот этот длительный путь Вот идея, смысл кротовой норы Вот что она делает То же самое можно сказать и про время Время там тоже, так сказать, как бы течет неоднородно Оно по-своему, в каком-то смысле тоже искривляется И тоже там ход течения времени, он тоже меняется За счет изменения хода течения времени Вы имеете возможность путешествовать в будущее, в прошлое и так далее И космический корабль, если мы пошлем, он спокойно долетит до кротовой норы Пройдет вовнутрь, погуляет в другом пространстве времени Может даже погулять в другой вселенной Потому что кротовые норы могут соединять друг с другом разные вселенные Которые причинно не связаны между собой Ход времени в кротовой норе и на земле сильно различается За счет этого различия, погуляв в кротовой норе и вернувшись назад Скорость хода времени разная И за это время, пока вы сидите в кротовой норе, пройдет очень много лет, миллионов лет на земле И вы увидите будущее И также можно в прошлое путешествовать с помощью кротовой норы Из-за того, что темп течения времени внутри кротовой норы И темп течения времени на земле, вне кротовой норы, они разные А в машине времени, между прочим, есть парадокс Его называют парадокс близнецов Когда вы путешествуете в будущее, проблем нет Ну вы увидите нечто будущее, о чем вы не знаете и так далее Будете иметь возможность посмотреть принципиально новые вещи А вот представьте себе, что мы теперь путешествуем не в будущее, а в прошлое Я могу вернуться в прошлое, увидеть своего дедушку И убить его Тогда возникает вопрос, как я появился на свет Я причину моего появления уничтожил Это называется парадокс дедушки То есть вот какие проблемы возникают Из факта того, что существуют кротовые норы Если есть кротовые норы, значит должен быть парадокс дедушки Значит надо его как-то обходить Что это? Это вопрос об ограничении свободы воли человека Ну вот, например, я хочу, как муха, ползать по стене Но я не могу этого сделать, потому что моя свобода воли ограничена законами физики И вот оказывается, сейчас физики работают над тем, какие причины ограничат свободу воли человека При прохождении в прошлое через машину времени Вот должны быть такие ограничения, что человек не может убить своего дедушку Хотя ему этого хочется Почему сейчас серьезно говорят про кротовые норы? Во-первых, открыты черные дыры Раз черные дыры открыты, существуют, значит кротовые норы обязаны существовать Если мы добавим туда экзотическую материю с отрицательным давлением Но дело в том, что темная энергия, которую астрономы уже открыли Это и есть как раз экзотическая материя с отрицательным давлением И поэтому, если на ранних стадиях Вселенной, когда Вселенная так образовалась Вот были флюктуации, большие сжатия, разрежения Туда обязательно добавлялась в том числе и экзотическая материя И могли формироваться первичные черные дыры и первичные кротовые норы А потом из-за очень быстрого расширения они увеличились в размерах И не исключено, что в космосе, вот в ядрах галактик некоторых Есть как черные дыры, так и кротовые норы И важная задача теории кротовых нор такая Сохраняется ли кротовая нора устойчивой при прохождении через нее материи Есть подозрение, что если космонавт туда войдет, в кротовую нору Он своим гравитационным полем внесет некоторые возмущения И в итоге из-за колебаний кротовая нора сколлапсирует в черную дыру Образуется сингулярность, горизонт событий и так далее То есть вот эта экзотическая материя, которая удерживает кротовую нору От образования черной дыры, от коллапса Она может иметь неустойчивый режим И не может гарантировать устойчивость кротовой норы Вот этот вопрос сейчас подробно физики исследуют Субтитры создавал DimaTorzok